Мы ждали этого момента целый год, и вот наконец новый мир вышел в бета-релизе. С уверенностью можно сказать, что релиз в беты восприняли многие негативно. Кто-то скажет, что игра за год не изменилась, кто-то будет жаловаться на повышение системных требований, а кто-то и вовсе зачем-то станет сравнивать игру с WoW. В общем, есть о чем поговорить. Всем привет, с вами Виги, и это впечатление на новый мир бета спустя год. И мы начинаем. Начнем с моих личных впечатлений. Уже при входе в игру я заметил измененный интерфейс и увеличенные вариации кастомизации вашего персонажа. Были добавлены новые лица, прически, появилась возможность добавить шрамы и тату. С уверенностью могу сказать, что они починили текстуры. Я играл на общем тесте в том году, и там были вечные провары и глюки с текстурами, особенно у дороги. Вечная тряска мелких частиц и прочее. Сейчас же, после прохождения вступительной цепочкой задания, меня встречает уже приятная глазам картинка. Ничего не мылит и не рябит. А самое главное, в тот раз мой фпс не превышал и 48. В городах было не более 20, а максимальное число было 59 фпс. Сейчас же изменения в оптимизации виды налицо. В городе на максимальных настройках 49 фпс и выше. За городом все 70 и даже 100. Но нужно учитывать, что разработчики поменяли и системные требования. В том году вам достаточно было около 8 гигабайт оперативной памяти. И более слабая видеокарта и HDD. Сейчас же игра требует минимум 16 гигов оперативной памяти. Обязательный SSD и более сильный процессор и видеокарту. По-видимому разработчики пошли в ногу со временем. И замес урезания графики, доделали ее и подняли системные требования. Конечно, с ценами на видеокарте сейчас можно и было бы поспорить, что лучше. Но как я вижу, это ход на будущее. То же самое и касается анимации и звуковых эффектов и бага, связанной с ней. Год назад мой персонаж, как бы так сказать, был пустышкой. А сейчас он управляется немного с трудом, имея вес. И это приятно. А главное, исчезли раздражающие баги звуков. Как будто кто-то где-то вечно кричал. Звуки ударов больше не ломаются и не заканчиваются резко, а правда затухают. Также была добавлена озвучка диалогов. Так что с технической точки зрения игра стала намного лучше. Что касаемо задания, не знаю как на максимальном уровне, но начало точно поменяли. В том году игра заставляла, как в мобильных играх, сделать себе то и то. Иди научись добывать дерево, иди научись снимать шкуру. Сейчас же это все представлено в виде одного задания, где тебе просят сделать меч. А дальше просто делают небольшие подсказки. Хочешь делай, хочешь нет. Заметно уменьшили опыт запову по квесты. Не сильно, но все еще выгодно. Но в тот раз ты мог получить даже один левел за одно задание. Думаю, это было неадекватно. Сетевая составляющая в игре хороша. Я не был на масштабных пвп битвах, но игра не лагает. Пинг на сервере около 29. Это меньше, чем где-либо у меня было в ММО. На самом сервере онлайн доходит до 8 тысяч. Но разработчики пытаются поднять эту планку до 10. Изначально можно было создать двух персонажей на одном регионе. Сейчас уже 4. Возможно это значение также сделают больше. На данный момент в сети можно увидеть много скриншотов с ожиданием очереди. Это связано с двумя факторами. Банальный ажиотаж вокруг игры. Все в нее хотят поиграть, устав уже от старых ММО, ведь они сейчас выходят очень редко. Особенно американские. А второй, это заранее выбранные сервера сообществами. Например, русские игроки забили сервак Асгард. И немцы тоже. И сейчас там очередь 6 тысяч. И идти на другой сервак никто не хочет. Конечно, к игре можно придраться. Нету маунтов. Разработчики отказались их добавлять пока что. Почему-то все еще я не умею плавать. Но если так придираться к любой игре, то можно еще поспорить, что похуже. Но лично для нас, русскоговорящих игроков, есть один большой минус. Это полное отсутствие перевода на наш язык. Это моментально убивает все желание у многих в нее играть. Как пример, Final Fantasy XIV. Наших там очень мало. А все из-за отсутствия перевода. Хотя и ангел там, мягко говоря, кривой тоже. Ну да ладно. За год за БТ на НВ добавили еще 4 языка. А с выходом 31 августа хотят добавить китайский. В сети есть инфа о том, что Amazon следит за активностью русских игроков. И в зависимости от этого, добавят в скором времени перевод или нет. Вон, для тест онлайн ждали 5 лет и окей. В целом, НВ за год стало лучше. Посмотрим, что будет на релизе. А какое мнение сложилось у вас, напишите об этом в комментах. Кстати, чуть не забыл, у меня сейчас на Твиче проходят стримы по этой игре и включены дропсы. За просмотр будете получать ценные предметы для этой игрушки, а также мы разыгрываем ключи для этой игры. Так что переходите, все ссылочки в описании. Увидимся на стриме, будем следить за этой игрой. Всем удачи и пока.